Всем привет! Хорошее утро! Удачного дня! Палку мы никакой не купили. Покупать пока не собираюсь. Так, немножко, наверное, постою перед работой. В общем, у меня сегодня с утра настроение просто полностью упало. Представляете, за что в электронный дневник сына? А он понедельник-вторник вообще не посещал. Это вообще просто! Вы знаете, мне очень вспомнилось произведение Тарас Бульба. Высказывание отца. Я тебя породил, я тебя и убил. У меня больше другого. В голове моей ничего не держится. Не знаю, что делать. Это вообще полностью в этих электронных игрушках. А тут пел на 120 процентов, наверное, уже с ними. Вот. Отец у нас уехал. Его вызвали на работу. Там у него работа ближе к дому. И бабушка с ним. Бабушка тоже с ним не справляется, естественно. На него кричит. В общем, у них там такое вообще, я не знаю. Война поколений началась. Он ей, естественно, не уступает. Возраст достаточно подростковый, 14 лет. Заявляет свое «я». Какое там «я», я не знаю. Вообще просто не знаю ни о чем. Вот эти горшки где-то убирать. Весь листвол. Ну, в общем, знаете. Почему, не знаю. Что-то я расстроилась. И, вы знаете, не я одна такая. Потому что вот в этот период у меня у знакомой дочь, сколько ей. Сейчас скажу. 15. Она старше Влада 15 лет. И она мне два месяца назад написала. Я сейчас не знаю, как у нее дела складываются. Что она вообще не приходит начать домой. И, вы знаете, я вот думаю. И на кой нужна эта типа дружба. Раньше родители просто боялись и уважали. И все им в конце, как говорится, и все были благодарны. А сейчас вообще ни во что не ставят. Заявляют о своих правах. Как только они узнают, тоже заявляют. Школа там по мозгам и прокатила. Они толком ничего не поняли. Но зато теперь они у нас в правах. У них права, а у нас обязанности остались. Перед государством, перед школой. А у них права уже. Как он тогда в свое время пришел, говорит. Мама. Нам сказали, какой был пятый, шестой класс. Что мы, если нас будут обижать, типа, в семье. Если нас будут обижать семье, мы имеем право позвонить, ну, пожалуйста, на родителей. Ну, еще Павлики Морозовы юные. Ага. Я говорю, знаешь что, друг мой, если я, как ты сочтешь, ну, то есть позвонишь якобы, не справляюсь со своими обязанностями, то, друг мой, ты прямиком идешь в детский дом. Я бы увидела поставить, что делают у нас в детских домах. Ну, если могу, то мы полностью отбила стучать. То есть в школе дают им телефоны, если чрезвычайно какая-то ситуация. И толком им ничего не объясняют, вы понимаете? Ой, это что, кефирчик? Который, кстати, кефир у меня стоит. Я не знаю, лучше бы я вообще ни о чем не говорила, честно говоря, о том, что я собираюсь скинуть килограмм. Мне скинуть-то чуть-чуть надо, но не получается. Ой, ребята мои хорошие, я не знаю, что делать, не знаю. Тапку ему вчера стукануло, а ему это, весело. Я говорю, короче, телефон не получишь. Я не знаю вообще как. Вот у нас... Вот этот телефон мне подарили, да? У него телефон тоже ему подарил. Подарк ему сделали. Не я дарила. Сразу подтверждается, против таких вещей была. Планшет у нас древний, но я не знаю вообще как и чего. Он просто завис вот в этих каких-то игрушках. Это мои крас гребаные, чтобы там эти, я не знаю, перевернулись. Создатели этой игры. Все они на них сидят, отупели полностью. Кстати, надо меня спросить таблицу обнажения. Он вообще ее хоть помнит? Мне кажется, он ее забыл. О, у нас поливает. Дождь идет и нас поливает. У нас как дождь, постоянно поливает. Воду-то делать некуда. Почему так все нужно? Вот какой полик классный. Ну, вы знаете, за ними надо, я не знаю, либо тотальный контроль, но тотальный контроль тоже как-то, знаете, постоянно под контролем находиться тоже как-то. Я не знаю, это, наверное, тяжело для самого ребенка. Все-таки надо давать ему какую-то самостоятельность. Вот только я даю самостоятельность, у нас вообще просто все встает. Просто все встает. Так что вот так вот, ребята, девчата, мальчишки и девчонки, а также их родители. Потом же вы знаете, что я хочу сказать. Вот многие бабушки, они вот вмешиваются в испытания детей. Ой, да зачем ты так, да зачем ты так строго? Начинают жалеть. Прям при ребенке. Нет, чтобы поговорить с матерью один на один, она начинает жалеть. Ребенка тоже, они же хитрые, они на раз и раз к бабушке под защиту. И в итоге получается картину маслом. То она им несет еду чуть ли не в кровать. В общем, короче, я ей не знаю. А потом начинается, ой, да как же, да это тебе так тяжело. А кто эту тяжесть создал? Вы же помочь в воспитании не хотели? Ну тогда бы хотя бы не вмешиваться. Ну что, короче, разошлась я вот тут, ребята. Ой, вообще просто разошлась. Сегодня с утра. Не знаю. Может, ремня ему все. Как еще ремня-то? 14 лет уже познала ремня-то. Ну нет, там кому-то получит, конечно. А ему, как я говорю, он хоть отлежит, улыбается. Мать на нервах, а он улыбается. Такая-то одна спарковая зона. Ну все, уже листиков, видите, нет, все. Вот там вот еще есть, видите. Там красиво очень. Ладно, ребят, пойду я. Что я буду? Не то же, тороплюсь. Не всегда получается у меня видео снимать, мои хорошие. Все бегом-бегом. Видео-то я начальное свое снесла. Которые тогда были четыре. Получается. Только думаю, какой мне значимый можно для себя снимать вообще-то? А там как? Ну, пойдет народ, не пойдет. Все равно все бегом. Все целую. Всем пока.